В августе банки сократили кредитование долгосрочных проектов. Совокупный объем кредитного транша банков экономики страны превысил 921 миллиард тенге. Из них 60,5% направлено на пополнение оборотных средств бизнеса. Пятая часть на потребительские цели населения, подсчитал рэнкинг Кизы. Кредитный транш не обеспечил прироста общего объема займов. По итогам августа он сократился на 0,1% до 12,2 трлн тенге. Причиной в секторе активно списываются просроченные кредиты. Кроме того, значительный объем кредитов идет по линии овердрафтов. Цикл возврата займа менее месяца. Так, кредитный транш в августе на 62% состоял из краткосрочных займов. Казахстанцы за 8 месяцев перечислили 408 миллиардов 900 миллионов тенге пенсии. Это на 13% больше, чем за январь-август 2013. Таковы результаты исследования студии «Аналитические решения». наемный работник перечислил в пенсионный фонд в среднем 50 200 тенге. В то же время в мегаполисах и нефтяных регионах объем отчислений превысил 100 тысяч тенге. Наибольший прирост взносов в Мангастаусской области. Там за год объем вырос почти на четверть до 29 миллиардов тенге. В Астане на 22% до 54 миллиардов 600 миллионов тенге. Алматинцы отчислили более 75 миллиардов тенге или 18,5% от всех отчислений. Алматинский авиаремонтный завод скоро начнет производить вертолеты марки К-226Т. Основными заказчиками выступили Министерство обороны, Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД, Нацгвардия и пограничная служба КНБ. Казахстанский авиаремонтный завод 75-летней истории признан одним из лучших в Центральной Азии. В сфере техобслуживания вертолетов марки Ми и Ка. В целом на сегодняшний день специалисты отремонтировали свыше 80 вертолетов типа Ми-8-17. Освоили более 300 новых технологических процессов. Сейчас находится в проработке совместно с вертолетами России возможность локализации сборки в республике Казахстан. Речь идет о вертолетах К-226Т. В общем-то, здесь совместно с вертолетами России провели маркетинговые исследования. То есть, потребность вертолетов в Казахстане очень велика. В этом году завод подписал меморандум о сотрудничестве с харьковским государственным авиапредприятием, которое производит транспортные самолеты марки Ан-74. Заводчане также ведут переговоры с одной из сильнейших компаний мира – «Мотор Сич» для совместного создания двигательных парков в стране. Авиаремонтный завод номер 405 является стратегическим партнером нашей компании в Казахстане. На заводе освоен ремонт, обслуживание многих типов вертолетов, которые выпускаются нашими предприятиями. Мы поддерживаем стратегию, разработанную руководством этой компании по совершенствованию системы обслуживания и ремонта российских вертолетов в Казахстане. Для качественного техобслуживания авиатранспорта страны им. Завод открыл сервисный центр в Актубе. Ожидается, что подобные центры появятся в столице, а также Актау, Атарау, Шимкенте и Усть-Каменогорске. К другим темам. ФИЧ понизила прогноз по рейтингу Франции со стабильного на негативный. Рейтинг кредитоспособности страны остался на уровне WA+. Своё решение агентство объясняет тем, что бюджет страны на 2015 год предусматривает дефицит на уровне 4,3% от объёма ВВП. Запланированный Парижем дефицит бюджета значительно превышает максимально допустимый уровень в 3%, предусмотренный Европейским пактом стабильности. Аналитики считают, что данный шаг ослабляет доверие к французской бюджетной политике. По мнению экспертов, Париж должен активнее проводить реформы. И на этом у меня всё. Напомню, что наши выпуски можно посмотреть на официальном сайте 24.kz. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин